В честь 95-летия Добровольного общества содействия армии авиации флоту России в одном из севастопольских отделений открылась интерактивная выставка «Полёт». Это новый формат работы аэрокосмического центра имени Антона Шкаплерова, музея в честь севастопольского космонавта-испытателя. Цель выставки – познакомить школьников с космонавтикой и авиацией Крыма. На торжественном открытии присутствовал заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев. Сегодня, наконец-то, все экспозиции и сам музей, все образовательные интерактивные программы, наконец-то, нашли свое место, нашли свое пристанище, за что тоже большое спасибо, конечно, региональному отделению Севастополя ДСАВ. Я уверен, что вот те экспозиции, которые мы сегодня здесь видим, они будут радовать наше подрастающее поколение, наших ребят. Выставка разделена на три тематики, в каждой из которых рассказывается о вкладе Крыма и Севастополя в авиацию и космонавтику России. «Здесь представлены три раздела. Первый раздел – исторический. Это Крым аэрокосмический, его история, включающий историю авиационную города Севастополя. Второй раздел посвящен настоящему космонавтике, достижениям отечественной космонавтики, в том числе в лице пути к звездам Антона Шкаплерова, который сейчас на орбите, вы знаете. И третий раздел – это раздел будущего». Путь российского космонавта-испытателя Антона Шкаплерова прослеживается во всех трех разделах. За стеклами – модели первых самолетов, которыми управлял заслуженный герой России, и первой ракеты, в которую он отправился в космос. Сейчас Антон Шкаплеров находится в космической экспедиции. «Я уверен, что когда он уже вернется на Землю, он обязательно придет сюда, в этот музей, и обязательно проведет встречу с сотрудниками музея, с посетителями музея, с гостями, и обязательно расскажет, как он добился своих высот, и на практике, может быть, даже заинтересует будущих космонавтов». В разделе будущего посетителей выставки могут познакомиться с космическими профессиями. Возможно, кто-то из ребят заинтересуется работой космопилота, космогеолога или космобиолога. «Наша задача сделать так, чтобы сюда могло приходить как можно больше количества детей, чтобы здесь были отдельные группы, чтобы можно было проводить тематические занятия, чтобы можно было проводить полноценные уроки. А самое главное, что предмет астрономии можно было тоже изучать в рамках такого интерактивного формата, интересного формата на конкретных примерах, на конкретных историях». Также здесь представлены интерактивные экспозиции. Ребята смогут закрутить гайки в космических перчатках, посмотреть космос в очках виртуальной реальности и познакомиться с реальными вещами из космического пространства. Вход музея по записи.